Съемочная группа Анну Ньюс побывала в провинции Латакия и посетила районы, которые подверглись нападениям радикальных исламистских группировок. После вмешательства в происходящее армейских подразделений, селения были освобождены. Но ощущение разыгравшейся на этой земле трагедии явственно витает здесь до сих пор. Его хранят пустые дома, заброшенные плодородные земли, молчаливые скалы, дубовые и оливковые рощи. Мы знали, что едем в места, где произошла страшная трагедия. Но ее масштабы стали понятны только после того, как мы встретились с непосредственными ее участниками и свидетелями преступлений современных фашистов, решивших, что их вера дает им право определять, кому жить на этой земле, а кому погибнуть в мучениях. Мы встретились с людьми, готовыми засвидетельствовать на любом суде такие факты, которые заставят содрогнуться даже самых циничных сторонников так называемой борьбы за свободу в Сирии, факты преступлений против человечности, массовой резни по религиозному принципу, геноцида части сирийского общества. Мы будем публиковать рассказы уцелевших в этой мясорубке людей, которые, будучи безоружными и во многих случаях застигнутыми врасплох в собственных постелях рано утром, смогли вырваться из ада. В Дамаск мы возвращались с чувством взятого на себя обязательства перед жителями деревень Латакия рассказать о тех днях 2013 года, которые стали рубежом, разделившим судьбы этих сирийцев на до и после, кардинально изменившими их прежнюю жизнь и навсегда бесповоротно искалечившими сознание людей, столкнувшихся с дикой жестокостью, варварством и человеконенавистничеством, о которых всегда будет помнить сирийский народ. Муки, испытанные этими людьми, не должны повториться, а для этого факты преступлений боевиков, разносящих по свету чуму 21 века, должны стать достоянием мировой общественности, должны быть известны всем людям доброй воли, которые ничего не знают о происходящих в Сирии событиях, которых намеренно и цинично вводят в заблуждение их средства массовой информации и политические лидеры. Подъехав к деревне Храбет-Суляс, мы были удивлены. Не успели выгрузиться из машин, как увидели направляющихся к нам деревенских жителей. Они, заметив подъезжающие автомобили, вышли встречать. Да здравствует армия! На нас со всех сторон напали террористы. Окружили деревню, ворвались в нее, напали на дома. Если бы не помощь Бога и армии, нас бы всех убили. В деревне жило 400 человек, кто остался в живых, уехал. Наши дома были разрушены бандитами. Они нападали отовсюду. Сожгли дома, ограбили. С Божьей помощью вошла армия, выгнала их и защитила нас. Да здравствует армия! Да здравствует президент! Мы благодарны всем солдатам и офицерам. Если бы не они, нас бы здесь не было. Слава Богу, благодаря армии остались наши дома. Мы уже посадили и собрали урожай. Напали в 8 утра. Четыре раза атаковали деревню, и армия нас защитила. Было много иностранцев с большими бородами. Несмотря на то, что они сожгли наши дома и разграбили их, мы остались. Все восстановили и живем на своей земле. Нам больше ничего не нужно. Все это благодаря армии. Солдаты нам очень помогают. Они дают нам хлеб. Эти мирные люди вышли... Нас... Их деревню атаковали четыре раза боевики. Если бы не солдаты, которые стоят перед нами, здесь бы, наверное, никого в живых не осталось. Это все, кто сегодня остается в родной деревне, потому что боевики не прекращают попыток прорвать в этом месте линию фронта. Но армия не позволяет им этого сделать. Хочу только пожелать, чтобы быстрее все ваши соотечественники, все ваши односельчане вернулись в эту деревню, и мир вернулся на вашу землю. Наш путь лежит дальше. На передний край обороны. Это место боевики атаковали несколько раз. Мы на линии соприкосновения с ними. Когда они смогли захватить местную телевышку, они ее полностью разграбили и сожгли. Господин офицер, расскажите о ситуации, которая складывается на вашей линии фронта. Мы находимся на вершине Хорбет-Суляс. Это стратегически важное место, которое боевики постоянно пытаются захватить. Эта вершина позволяет контролировать районы Сальма и Рабиа, а также деревни Гмам, Даммамея, Дрхана, Джурет-Альма. Эти деревни ранее были атакованы и захвачены. Боевики заставили жителей покинуть эти места. Боевики постоянно пытаются захватывать деревни, сжечь леса с целью приблизиться к городу Латакия и контролировать его. Сирийская армия противостоит этим атакам и ведет наблюдение за силами боевиков и их передвижением. Это место очень важно, так как контролирует все пути передвижения боевиков между деревнями Аль-Рабиа, Аль-Сукария и Джурет-Альма. Откуда боевики атаковали эту деревню? У боевиков есть несколько направлений передвижения. Первое из деревни Джурет-Альма, второе из деревни Аль-Малек за горой, третье из деревни Гмам в сторону Харбет-Суляс. Иногда они пытаются окружить нас через водохранилище, но расположение войск не позволяет им этого. Много погибло мирных жителей. До того, как пришла армия, было много убитых. Они устраивали резню несколько раз. Одна из них в деревне Камбасия, другая в Сгару. После наступления сирийской армии они отступили с большими потерями. После прихода армии убийств больше не было. Теперь армия защищает эту местность, контролирует передвижение боевиков и пути их снабжения, которое осуществляется через турецкую границу. Это место очень близко к сирийско-турецкой границе. От района Арабиа до турецкой границы всего 10 километров. Командиры боевиков иностранцы или сирийцы? Да, среди них очень большое число иностранцев. Чеченцы, граждане стран Персидского залива, египтяне, тунисцы, ливийцы. Иностранцы составляют большинство боевиков. Какой боевой дух у бандитов? После нескольких провалов боевиков и после нанесения ударов по их скоплениям боевой дух их сильно упал. А у сирийской армии он очень высок и вы видите результаты. Смотрите, они жгли дома, деревни, леса с целью отвлечь наше внимание от их передвижения. Они стараются создавать дымовую завесу, чтобы мы их не видели и скрываются за дымом, что облегчает их передвижение. Какие потери боевики несут здесь? По-разному. Бывает по 100 боевиков, когда находим места их сосредоточения. Чаще 50-70. И вновь в путь к следующему пункту обороны сирийской армии. Одна из позиций сирийской армии, на которой ее бойцы защищают пути подхода боевиков из Турции к соседним деревням. В день, когда была атакована Хорбет-Суляс, они выдержали тяжелый бой, но не пропустили бандитов. Господин полковник, сколько у вас было бойцов и как вы смогли задержать продвижение отряда боевиков? Бой произошел 29 апреля. Огромное количество боевиков начали атаковать деревню Хорбет-Суляс с разных направлений. Первое направление Дер-Ханка, второе — Гар. Группа солдат держала здесь оборону. Бой продолжался 6 часов. Большое количество боевиков было уничтожено. Они смогли подойти к этой точке, но благодаря мужеству наших солдат они были отброшены, потеряв большое количество убитыми. боевики считали, что контролируют эту местность. Это было началом операции по захвату города Латакия. По их плану, они должны были утром захватить Хорбет-Суляс, а вечером — Латакию. Это место очень важное. Кто имеет контроль над ним, может контролировать Латакию. Поэтому они пытались взять его несколько раз. Каждый раз они несли огромные потери. В основном, в рядах боевиков иностранцы. Их цель — захватить побольше женщин. Мы слышали по радиостанции, как кто-то из них сообщил о захвате нескольких женщин. Ему ответили, чтобы ждал шейха, который распределит женщин, когда их увидит. У них нет никакой нравственности. И мы, солдаты и офицеры сирийской армии, будем защищать эту местность. Мы чувствуем ответственность за жизнь этих гражданских людей. Если боевики здесь прорвутся, это будет катастрофой для жителей деревень, как это произошло в других деревнях, где боевики устроили резню. Они изнасиловали женщин и захватили большое количество людей, о которых мы до сих пор ничего не знаем. Поэтому наш долг — противостоять терроризму, держаться до последнего и уничтожить их как можно больше. Мы воюем здесь за весь мир против международного терроризма. Они приезжают сюда со всего мира. Даже в Турции, где приютили этих бандитов, эти же боевики устраивают им проблемы. И уже начались угрозы в адрес турецкого народа. Впоследствии мы узнали, что именно этот офицер шесть часов держал здесь оборону с пятью солдатами. Заканчивается рейд на передовые позиции армии. Но не окончено путешествие по атаке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надышин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Латакия, Сирия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok